Добрый день, дорогие друзья, с вами Лестер и Half-Life 3 выйдет, а хер его знает когда. Ребят, вы уже достали, но серьезно, хватит ждать этого Half-Life 3, потому что сколько мне сообщений пришло перед 3 марта, то что вот, скоро там на выставке игровой Half-Life 3 будет, потому что Valve там забронировала выступление там 3 марта, там типа 3 число, 3 месяц, в 3 часа дня. Там или в 3 часа ночи, я даже не знаю, это просто, ребят, ну хватит. И все ждали типа 3, 3, 3, все будет Half-Life 3. Ребят, Valve просто, блин, парит вам мозги, прекратите уже ждать Half-Life 3. Сколько мемов выходят по этому поводу, то что да, вот, скоро бы Half-Life 3, вот мы так ждем Half-Life 3. Когда будет Half-Life 3? Да, ребят, да какая разница, кого волнует, когда она будет? Вы просто не понимаете, что ли, что Valve выгоднее не выпускать Half-Life 3, чем выпустить ее, потому что просто это ожидание этой игры столько ажиотажа собирает, столько внимания привязывает к Valve, вообще к серии Half-Life. И тем более, представьте, опять же, я понимаю Valve с точки зрения, как бы вообще проектирования, создавания игр, потому что если столько игру ждет народу Half-Life 3, всех Half-Life 3, то представьте, если вообще, что будет, если Half-Life 3 хоть вот-вот на столечко окажется херовый. То есть вы просто, это будет как с Watch Dogs, да и то Watch Dogs не так ждали, как Half-Life 3. Просто вспомните, когда вышел Watch Dogs, все сразу, это не то, что мы ждали. Пошли вы все в жопу. Нет, все, Ubisoft в сранину. И сейчас про Watch Dogs, хотя прошло меньше года с выхода игры, уже никто не вспоминает. Да и также, если будет, как бы, знаете как, теперь Valve реально очень надо сильно постараться и сделать Half-Life 3 очень-очень качественной, чтобы, опять же, не случилось такого, как было с Watch Dogs. То есть, если они выпустят игру не шедевральной, а просто хорошей игрой, то про нее уже через месяца три забудут, и никто не вспомнит про нее уже. А сейчас, смотрите, пока они не выпускают Half-Life 3, это все на ажиотаже. Half-Life 3 при комнате внимания, Half-Life 3 ждут. И что самое забавное, в основном-таки Half-Life 3 ждут даже те люди, которые в силу своего возраста не играли в первую, а может быть, и во вторую даже часть. То есть, ребят, просто заканчивайте. Вы любым вот этим, мне кажется, своим ажиотажем даже отдаляете выход Half-Life 3, потому что Valve реально, несомненно, довольны тем, что люди, вот столько людей ждет Half-Life 3, и стоит им только выпустить все вот это вот огромное ожидание, все вот эти вот посты про Half-Life 3, все эти новости, эмоции, и вот реально как бы прикованность внимания людей к данной игре. Как только Half-Life 3 выйдет, даже, опять же, если она будет очень хорошей, через полгода все, они все улетят. Но если Valve не будет выпускать Half-Life 3 даже на протяжении трех лет, то внимание к этой игре не сбавится, не будет как-то снижаться, и также будет такой ажиотаж, и все будут ждать, ждать, ждать. Поэтому, ребят, вот этой вот нервотрепкой, вот этими вот ожиданиями, вот этими постоянными мемами, постами, комментариями, то есть, что у Half-Life 3 вы только, мне кажется, реально отдаляете ее выход. Просто покажите Valve, что вы не ждете Half-Life 3, и они такие сразу, «М? Что это? Почему ты не ждешь Half-Life 3? А мы вот сейчас даже анонс ее сделаем. Как ты не ждешь Half-Life 3? А мы же ее разрабатываем столько лет». Смотрите, ребят, они больше никто не ждет Half-Life 3. Да надо быстрее ее выпускать, потому что иначе потом, уже через полгода ее вообще тогда никто не купит. Вот, поэтому что ж, ребят, кончайте. Вот это тут просто уже накипело, потому что даже мне в личку просто дохера садят сообщение, типа, «А ты ждешь Half-Life 3?» Нет, друзья, я не жду. Я первую Half-Life 3 не играл даже в нее ни разу, а во вторую часть я поиграл 5 минут или где-то максимум 10, мне не понравилось, поэтому кончайте уже, ладно?